Послушайте, ну вся эта история со СНОДом, по-моему, никакого отношения, то есть не никакого, а очень маленькое отношение имеет к отношению двух величайших, не просто великих, а величайших ядерных держав под названием США и СССР, которые до сих пор, хоть мы и не СССР, а Россия, все равно мы являемся некими законодателями мод в мире, в том смысле, в котором мы живем, извините, в мире за тавтологию. Мир и мир, так сказать, в разных смыслах я в данном случае произношу. Поэтому СНОДОН это, ну это мелочь, это пыль, это смешно раздутый, так сказать, скандал, который глубинным отношением между Путиным и Обамой, как некими представителями очень серьезных глобальных, пирамидальных таких вот сил в странах в обеих, не имеет, в общем, принципиального и большого отношения. Полагаю я, что выбранный путь сегодняшней России на конфронтацию со Штатами бессмысленен, бесперспективен и вреден для страны. Но он очень популярен, к сожалению, прежде всего у старшего поколения. Нужен враг, чтобы объяснить внутренние проблемы. Прекрасный враг, когда он таков, что мы знаем прекрасно, что он никогда не напоет на нас, но масштаб его таков, что, конечно, каждому понятно, кто виноват в том, что у нас вот загажены подъезды и плохие дороги там и так далее, да? Бесконечно. Да, конечно же, эти гады америкосы. Это они нам, так сказать, пишут слово из трех букв на заборах, это они гадят нам в подъездах и писают в лифтах. Это все америкосы. Хорошая карта для людей задавленных, затравленных, забитых, просто борьбой за свое существование, за свою жизнь. Прекрасный повод объяснить, кто во всем виноват. Вот что такое между Америкой и Россией сегодня происходит. А Сноуден это всего лишь информационный повод.